Сегодня у вас очередное, 13-е лекционное занятие по курсу чрезвычайной ситуации и гражданской защиты. Запишите тему лекции номер 13. Итак, лекция номер 13. Способы защиты граждан при чрезвычайной ситуации. В лекции будут рассмотрены три учебного курса. Первый. Виды и принципы эвакуации рабочих, служащих, объектов народного хозяйства и населения. Второй учебный вопрос. Организация и планирование эвакуации. Третий. Порядок проведения эвакуации рабочих, служащих, объектов народного хозяйства и населения. До этого при рассмотрении лекции в начале нашего курса мы говорили, что к основным способам защиты населения чрезвычайной ситуации относятся. Первое. Укрытие населения в защитных сооружениях. То есть, что мы называем средствами защиты. Второе. Это использование средств индивидуальной и медицинской защиты. И третье. Сбор и эвакуация населения из опасной зоны. То есть, рассмотрение сегодняшней темы непосредственно посвящено третьему способу защиты населения чрезвычайной ситуации. Это сбор и эвакуация рабочих, служащих, объектов народного хозяйства. Вот здесь показано третье. Это сбор и эвакуация населения из опасной зоны. В каких случаях это может производиться? Только в тех случаях, когда получается упреждающая информация о чрезвычайной ситуации, которая может нанести большой ущерб объекту народного хозяйства и объектам, находящихся в окружении данного объекта. Из этого следует, что вопросы организации сбора и эвакуации должны рассматриваться заблаговырительно и разрабатываться соответствующие документы. Теперь коротко рассмотрим понятийный аппарат данного способа защиты. Кемистые эвакуации. Сбор и эвакуация служащих объектов народного хозяйства и населения – один из способов его защиты от разрушительного воздействия чрезвычайных ситуаций и поражающих факторов оружия массового поражения. Под сбором понимается организация, оповещение и сосредоточение в определенных местах города или населенных пунктах рабочих и служащих объектов народного хозяйства для последующих осуществления их организованного вывоза в загородной зоне с целью дальнейшего продолжения работы на объектах условий чрезвычайных ситуаций военного времени. То есть, когда мы говорим о сборе и эвакуации, это не значит, что данные люди на определенный промежуток времени – час, полдня, день, два. Если это связано с боеведением боевых действий, вооруженным конфликтом, то может эвакуация проводиться на сроки больше, чем месяц и так далее. Как это было в период Второй мировой войны, когда на территории Центральной армии были эвакуированы население, заводы из западных районов бывшего Советского Союза. И благодаря этому на территории Узбекистана и Казахстана была создана достаточно крупная инфраструктура и созданы объекты по производству различной техники, которые по сегодняшний день продолжают работать, хотя были основы в ходе Второй мировой войны. Что такое эвакуация? Это комплекс мероприятий по организованному выводу персонала объектов экономики, населения, материальных ценностей и зон чрезвычайных ситуаций, а также жизнеобеспечения и эвакуиров в районах размещения. То есть, когда мы говорим о эвакуации, это не значит, что это перелечение только рабочих, служащих и населения. В понятие эвакуации входит и передислокация инфраструктуры, объектов, экономики, народного хозяйства, для того, чтобы они в условиях новых сложившихся после чрезвычайных ситуаций продолжали свою производственную деятельность. Исходя из этого, формируется, определяется загородная зона, которая представляет собой территорию, расположенную за пределами зоны возможных разрушений в городах или населенных пунктах. К каждому предприятию, учреждению, учебному заведению города, из которого планируется эвакуация, в загородной зоне назначается район размещения населения, который в зависимости от количества работ, чрезвычайных, членов и семьи может включать один или несколько расположенных рядов населенных пунктов. То есть мы берем город Ташкент, проживая 2,5 миллиона населения. Если произойдет, не дай Бог, чрезвычайная ситуация в пределах города Ташкента, то эвакуироваться должен не только один район, допустим, центральный, Мирзовул-Убекский или Миробанский, а должны быть эвакуированы все 13 районов города Ташкента. И поэтому городским хоккеймедом заблаговаривательно составляется план эвакуации, согласно которому определяется, какие районы, в какие районы Ташкентской области или другие регионы страны должны эвакуироваться. Когда будет определен район, вот это и есть, загородная зона, то есть за пределами. Кто поедет в пределы, значит, Янгюльского района, кто поедет в пределы Ташкентского района, кто поедет, значит, Кибрайский район, Газаркенский район и так далее, это все должно быть составлено на плане. Когда районы будут определены, тогда уже определяются маршруты и средства эвакуации. Рассредоточение. Это комплекс мероприятий, поорганизованным выводом и развлечением в загородной зоне, свободная работа персонала объекта народного хозяйства. То есть, когда население эвакуируется из эпицентра чрезвычайной ситуации в загородную зону, прибывает он железнодорожным или автомобильным транспортом, начинается новый этап. Это уже предоточение в загородной зоне прибывшего населения, по конкретным населенным пунктам. Рабочие и служащие отнесенной категории распредотачиваях после ввоза и расселения в загородной зоне, последовательно выезжают в город для работы на своих предприятиях, а по окончании работы возвращаются в район развлечений. О чем это говорит? Что если происходит чрезвычайная ситуация, все равно на территории города Ташкента, в качестве примера мы говорим, будут продолжать функционеры какие-то важные объекты. И население в лице рабочих и служащих из загородной зоны, будет определенным транспортом доставляться посменно на объекты народного хозяйства, расположенные в пределах города Ташкента. Районы расселения распредотачивающих рабочих и служащих в загородной зоне должны находиться на таком удалении форта, которое обеспечило бы их безопасность. То есть все зависит от чрезвычайной ситуации, которая происходит. Если это связано, допустим, с радиоактивным распадом, как это было в Чернобыле, в Чернобыле уже прошло более 30 лет, до сих пор, до сих пор там появляться невозможно. Поэтому все население эвакуировано 30 лет назад из Чернобырской зоны, оно туда не возвращается. Оно было вынуждено с первого времени, когда разместили, а потом уже организованно расселили по различным другим районам. То же самое, если в условиях Ташкента будет какая-то, значит, чрезвычайная ситуация с радиоактивным, распадом, значит, в качестве заражающихся радиоактивных средств, тогда то же самое, будет длительная эвакуация, пока не будут полностью устранены источники и места радиоактивного заражения. Расселяют рабочих служб членов земель, значит, с соблюдением производственного принципа. При этом сохраняется целостное предприятие, облегчается отправка рабочих. То есть мы сейчас еще вернемся к этой проблеме, как осуществляется рассредоточение людей, эвакуированных из района в чрезвычайную ситуацию. По производству принципов. То есть по заводам, фабрикам, организациям. Если это представители железнодорожного транспорта, им определяют конкретные населенные пункты. С учетом их производственной деятельности организуются под сменой их выезд в районы, где они должны осуществлять дом. Если это какие-то фабрики, заводы, если есть необходимость их развивать производство на тех районах, где им определили временное размещение, то создаются условия там, лежат и выезжают, консервируют, демонтируют на старых своих производствах объектов и осуществляют работу уже по новому месту. Как это произошло в ходе Второй мировой области. Рабочий и служащих объектов, переносящих свой производств в загородную зону, распрощают вблизи, имеющихся или вновь создавая производственные базы. То, что я говорю. То есть, если это производство можно, функционировки в период чрезвычайной ситуации, и это делать необходимо, тогда всю производственную базу демонтируют, вывозят в безопасный район, где это население имеется, где имеется соответствующее сырье, и организуют ее восстановление. И начинается производство здесь уже в новом районе размещения. Современные эвакуационные мероприятия, в принципе, отличаются от подобных мероприятий Второй мировой войны. В чем их отличие? Если раньше, по мере наступления фашистских поезд, эвакуация осуществлялась в западных территориях бывшего Совета Союза, и все двигалось в сторону Востока, то сейчас, в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, нынешних условиях, эвакуация будет осуществляться в разных направлениях. То есть, если брать город Нашкент, это не значит, что эвакуация будет только в направлении Газалтенка. А будет и в сторону Черчака, и будет в сторону Ангрена, и будет в сторону Янгиуля, и будет в сторону направления Минвод, и так далее, и тому подобное. То есть, по кругу. По кругу. И выяснили. Факторы, оказывающие влияние на организацию эвакуации. То есть, что оказывает влияние на эвакуацию. Первое. Это располагаемое время и сроки проведения эвакуации. Вот это запишите. Факторы, оказывающие влияние на организацию эвакуации. Факторы, оказывающие влияние на эвакуацию. Первое. Это располагаемое время и сроки проведения его пользы. Располагаем время и сроки проведения эвакуации. Второе. Степень и масштабы опасности, вызванные чрезвычайной ситуацией. Третье. Ожидаемые масштабы поражения населения, оказавшегося в зоне чрезвычайной ситуации. Ожидаемые масштабы поражения населения, оказавшегося в зоне чрезвычайной ситуации. Ожидаемые масштабы поражения населения, оказавшегося в зоне чрезвычайной ситуации. Возникает вопрос. Какие факторы оказывают влияние на организацию эвакуации? То есть, от чего зависит организация эвакуации? И здесь вам ответ. Первое. Это располагаемое время и сроки проведения эвакуации. То есть, существует несколько видов эвакуации и несколько способов. И выбор вида конкретного и способа будет зависеть от того, сколько у нас времени имеется для того, чтобы упредить наступление вредных последствиях чрезвычайной ситуации и организовать безопасный вывоз людей, для того, чтобы защитить их жизнь и здоровье. Это первое. Второе. В степени масштаба опасности воспроизводимые чрезвычайной ситуации. Если первым был в основном фактор времени, то во втором это поражающие факторы чрезвычайной ситуации. Какова характеристика будет поражающих факторов чрезвычайной ситуации? Исходя из этого, опять же определяются виды и способы эвакуации. И третье. Ожидаемое масштабное поражение населения оказалось в зоне чрезвычайной ситуации. То есть, зная, сколько человек может пострадать и в каком районе, будет приниматься взвешенное решение. Допустим, хоть это некоторые могут воспринять как античеловечное. Допустим, при взрыве ядерной бомбы в Хиросиме и Нагасаке погибло 100 тысяч человек. Минимум 100 тысяч. И эвакуировав откуда должны были в случае вот такого применения ядерного взрыва? Не с эпицентра ядерного взрыва, куда попало бомба, где уже там люди обуглились. А надо было эвакуировать, начинать людей с тех районов, где люди еще более-менее сохранили свою жизнь и здоровье. Что они подверглись меньшему воздействию поражающих патров ядерного взрыва. Почему? Если мы сосредоточим внимание на этих людях, которые оказались на окраине воздействия ядерного оружия, мы спасем больше жизни. Если мы начнем с тех, которые проходили в очагах близких к эпиценту, они через час-два все умрут, когда мы их вывезем. Хотя это антихуманно, но это отвечает третьему фактору. Когда надо учитывать поражающие факторы ядерного взрыва или какого-то другого фактора. Подготовка эвакуационных мероприятий включает. Что такое подготовка? То есть, прежде чем, я уже говорил, осуществлять сбор и эвакуацию, надо разработать всю документацию. Запишите. Подготовка эвакуационных мероприятий включает. Первое. Разработку планов сбора и эвакуации. Разработку планов сбора и эвакуации. Разработку планов сбора. Эвакуации. Разработку планов сбора и эвакуация. Второе. Создание подготовки необходимых эвакуационных органов. Создание подготовки необходимых эвакуационных органов. Третье. Подготовку транспорта для вывоза эвакуированного населения. Третье. Подготовку транспорта для вывоза эвакуированного населения. И четвертое. Подготовку маршрутов эвакуации и безопасных районов для размещения эвакуированного населения в материале и культурных ценностей загородной зоне. Подготовка маршрутов эвакуации и безопасных районов для размещения эвакуированного населения в материале и культурных ценностей загородной зоне. Итак, до этого мы уже говорили, что проведение сбора и эвакуации населения в условиях чрезвычайной ситуации – это не спонтанное действие. К этому надо готовиться заблаговременно. И для этого должны быть реализованы вот эти четыре основных мероприятия. Первое – это разработка плата сборов и эвакуации. То есть, зная, какие чрезвычайные ситуации могут возникнуть, мы определяем порядок сбора и эвакуации. И как я, например, в Ташкенте говорил, заранее орган власти должен определить, люди каких районов, какие зоны загородные должны эвакуироваться. Второе – создание и подготовку необходимых эвакуационных органов. С учетом масштаба эвакуации создаются органы, которые осуществляют сбор, эвакуацию. Это различного рода комиссии, формирующие колонны, комиссии, которые уже в загородной зоне принимают эти прибывающие группы, а потом их размещают по населенным пунктам. Третье – это подготовка транспорта для вывоза эвакуированного нацеления. Мы уже чуть позже конкретно остановимся. Какие виды транспорта будут использоваться? Но должно быть заранее, с учетом имеющихся технических средств, определяться, сколько людей, каким транспортом и куда будут выводиться. Четвертое – это подготовка маршрутов эвакуации и безопасных проездов для развлечения эвакуированного населения, не только населения, но и материальных и культурных ценностей загородной зоны. Вот это четыре основных мероприятия. При организации защиты населения могут использоваться следующие разновидности эвакуаций обусловлены. Временем начала через чайную станцию, масштабное распространение поражающей через чайную станцию и размерами охвата населения, находящихся в зоне поражающей через чайную станцию. Эти все элементы у нас совпадают с предыдущими четырьмя факторами, о которых мы говорили. Запишите. В зависимости от вероятного времени через могут использоваться следующие виды эвакуации. Виды эвакуации в зависимости от времени начала через. Первое. Упреждающая. В скобках заблаговременная эвакуация. Второе. Экстренная, безоблагательная эвакуация. Упреждающая. В скобках заблаговременная эвакуация. И экстренная, безоблагательная. Что эти два вида означают? Первое. Упреждающая. Заблаговременная. Это тогда, когда были получены заблаговременные данные о том, что ожидается осуществление чрезвычайной ситуации. И принимаются меры по эвакуации еще до начала чрезвычайной ситуации. Безоблагательная, экстренная эвакуация. Это тогда, когда чрезвычайная ситуация начала проявлять свои поражающие факторы. И с учетом этих факторов начинается организация сбора и эвакуации населения. К способам упреждающей эвакуации относятся это перемещение персонала в здание с повышенными защитными свойствами внутренней эвакуации. Что это означает? Что если это происходит на объекте, то условия... Продолжение следует...